Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 16 апреля, Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря. Лазарева суббота, суббота перед вербным воскресением. В этот день православная церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, он сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, Иисус прослезился. Говорится в Евангелии. Из Писания мы знаем о том, что Христос плакал трижды в земной жизни. Сейчас это были слезы о том, что Лазарь должен был умереть, потому что мир возле лежит, и всякий человек смертен из-за того, что грех владеет миром. Христос тут плакал о своем друге Лазаре и в более широком смысле об этом ужасе. Бог дал всей твари вечную жизнь, а человек грехом ввел смерть, и вот светлый юноша Лазарь должен умереть, потому что когда-то грех вошел в мир, поясняет митрополит Сурожский Антоний. Но Христос велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему Лазарь, иди вон, умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры. Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречали его как царя. Они постилали на его пути свои одежды и пальмовые ветви, символом которых в России являются вербы. Именно после чуда воскресения Лазаря первосвященники приняли решение убить Иисуса, а святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет. Он был епископом на Кипре и проповедовал христианство. Мощи его были перенесены из Кипра в Царьград в IX веке при Ильве Мудром. Во время своей земной жизни Христос сотворил чудо воскрешения из мертвых трижды. Сначала он воскресил сына Наинской вдовицы, которую уже несли хранить. Второе чудо воскрешения было совершено Господом над 12-летней дочерью Иаира. И, наконец, третье чудо воскрешения из мертвых Лазаря Четверодневного. В тропаре, главном песнопении дня Лазаревой субботы, есть слова «Общее воскресение, прежде твоя страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря». Это означает, что воскрешение Лазаря было сотворено ради уверения людей во всеобщем воскресении из мертвых. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Никиты Исповедника, игумена обители Медикийской, мученицы Феодосии Девы, преподобного Иллирика Марсионского Пелопонесского, мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. Совершается празднование иконе Божией Матери «Неувидаемый цвет». Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok